В эфире телеканала «Север» программа «Правовое поле» в студии Елена Казанцева, старший помощник прокурора округа. Здравствуйте! Тема сегодняшнего эфира – оказание гражданам мер государственной и социальной поддержки. Сегодня мы поговорим об обеспечении граждан лекарственными и медицинскими изделиями, оказаниями мер государственной и социальной помощи. Сегодня в студии гость – заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа Петр Александрович Лудников, который ответит на вопросы темы выпуска. Петр Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Петр Александрович, расскажите, на какие меры социальной поддержки могут рассчитывать жители нашего округа? На сегодняшний день, как и прежде, бюджет Ненецкого автономного округа продолжает оставаться социально ориентированным. Региональным законодательством предусмотрено свыше 160 различных мер социальной поддержки для граждан. Кроме того, в регионе действует региональная программа «Социальная поддержка граждан Ненецкого автономного округа», которая у нас реализуется в один этап в течение семи лет с 2017 по 2024 год. На реализацию под программы 1 данной программы государственной предусмотрено свыше 600 миллионов рублей. И только в этом году на сегодняшний день процент ее реализации составляет более 93%. Как я уже сказал, у нас на сегодняшний день свыше 160 мер видов социальной поддержки граждан. Среди самых распространенных можно отметить то, что предлагается у нас порядка 40 видов дополнительной социальной поддержки. Это такой категории, как семьи с детьми, проживающие на территории Ненецкого автономного округа. К данным видам поддержки у нас относятся сертификаты на материнский семейный капитал, бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также компенсационных выплат взамен таких земельных участков. Это ежемесячно ставленная выплата семьям, имеющим трех и более детей. Кроме того, меры социальной поддержки у нас предоставляются таким категориям граждан, как ветераны боевых действий, ветераны труда Ненецкого автономного округа, лица из числа коренных малочисленных народов Севера, дети-сироты. Петр Александрович, в какой категории граждан предоставляются меры социальной поддержки? Условно граждан можно разделить на 13 категории получателей поддержки. Среди них можно отдельно выделить это многодетные семьи и дети, инвалиды, труженики тыла и дети войны, участники Великой Отечественной войны. Кроме того, это ветераны труда и пенсионеры, приемные семьи и дети-сироты. Можете ли вы привести примеры оказываемых мер социальной поддержки? Да, конечно. В частности, если мы возьмем такую категорию, как семьи с детьми, которые проживают на территории нашего региона, то к наиболее популярным и востребованным мерам у нас относятся сертификат на материнский семейный капитал. Кроме того, это ежемесячно социальная выплата семьям, имеющим трех и более детей. Бесплатное приоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, а также приоставление компенсации за такие земельные участки. Если говорить про категорию инвалидов, то это единовременная компенсационная выплата к Международному дню инвалидов. Для участников и инвалидов Великой Отечественной войны вдов и лицам, которые проработали в ТУ, это единовременная денежная выплата к юбилейным датам. Кроме того, если брать ветеранов участника боевых действий, то они у нас получают льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Среди социальных выплатов для оленеводов это у нас выплаты чумработницам, которым в качестве примера можно сказать, что в 2020 году было 844 таких получателей выплат. То есть такие выплаты у нас действительно являются вполне востребованными и необходимыми. Петр Александрович, в какие органы и учреждения следует обращаться жителям округа по вопросам предоставления мер социальной поддержки? Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с региональным законодательством у нас оказывается в казенном учреждении Нинецкого автономного округа отделение социальной защиты населения, которое расположено в городе Наринмаре по адресу улица Ленина, дом 27В. То есть каждый гражданин может обратиться в данные учреждения по вопросу предоставления мер поддержки? Да, конечно. Кроме того, в целях назначения мер социальной поддержки можно обратиться не только непосредственно в отделение социальной защиты населения, но также сделать это можно через многофункциональный центр, а также через портал государственных услуг. Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, у нас все равно продолжается обеспечение лекарственным препаратом льготных категорий граждан, вне зависимости от того, болеет у них коронавирусом или нет, потому что крови коронавируса, других заболеваний у нас достаточно, и пациентов, которые могут воспользоваться льготой, порядка 14 тысяч, которые проживают в нашем округе. На сегодняшний день мы реализуем 4 вида льготного обеспечения наших пациентов. Это региональная льгота, которая осуществляется за счет средств регионального бюджета в рамках сотого ОЗ. За истекший год мы обслужили 68 870 рецептов на общую сумму 133 282 000. Средняя стоимость одного рецепта 1900 рублей. Следующий вид льгот – это федеральная льгота, которая обеспечивает лиц, которые имеют категорию инвалид, по 178 федеральному закону. За истекший период обслужено 8 174 рецепта на общую сумму 36 миллионов. Средняя стоимость одного рецепта – 4500. У нас снижается количество выписанных рецептов, в связи с тем, что с введением пандемии было дано поручение выписывать льготные лекарственные препараты не каждый месяц, как это было раньше, а один раз на полгода. То есть у нас пациент, приходя один раз в поликлинику, получает запас лекарственных препаратов на полгода. Следующий вид услуг, которые мы оказываем, это обеспечение высокозатратных нозологий лекарственными препаратами и орфанных заболеваний. По этому виду нозологии мы обслужили 42 рецепта на общую сумму 10 миллионов 632 тысячи. Средняя стоимость одного рецепта – 253 тысячи рублей. Значит, у нас по этим высокозатратам нозологиям введется специализированный регистр, то есть все лица, которые имеют право на обеспечение дорогостоящими препаратами, согласовываются с профильными медицинскими организациями, которые находятся за пределами округа. Лечение их рассчитывается также на год, и препаратами обеспечиваем один раз на полгода объем препаратов этим пациентам в водоем. По той информации, которую представляет аптечная организация, на срочном обеспечении у нас лекарств по льготам нет, то есть все лекарственные препараты, которые были выписаны нашим гражданам, они обслужены, и граждане получили свои лекарственные препараты. Следующий вид обслуживания, который у нас реализуется, это обеспечение детей до 3 лет и детей из многодетных семей бесплатными лекарственными препаратами. Это отдельная категория граждан, которая также заведена в наше региональное законодательство. Значит, у нас по нашему законодательству дети первых 3 лет жизни и дети, которые воспитываются в многодетных семьях до 7 лет, включительно обеспечиваются также лекарственными препаратами. Для того, чтобы получить бесплатный рецепт, граждане обращаются к леческому врачу, медицинскую организацию, что предъявляют документы о том, что они имеют право на эту льготу. То есть это либо свидетельство о рождении, если дети от 3 лет, если это многодетная семья, то свидетельство о рождении еще предоставляется копия удостоверения многодетной семьи. В основном по этой льготе у нас обслуживаются дети, которые остро болеют, респираторные различные заболевания, дезапиотические состояния. Также на постоянной основе дети у нас получают витамин D. Также мы обеспечиваем лекарственными препаратами беременных женщин. Также в наше региональное законодательство заведена льгота как обеспечение этих женщин витаминно-минеральными комплексами. Мы их не обеспечиваем питанием, но на весь период беременности и кормления грудью женщины получают витаминно-минеральные комплексы из расчета 30 таблеток на месяц. Лекарственный препарат у нас закупается в рамках 44-го федерального закона проводятся аукционные мероприятия. В основном мы приобретаем препараты по аукционам, поэтому готовится документация аукционов в конце текущего года на следующий период. Формируются лоты, исходя из международных непатентованных номинований. То есть какие торговые номинования выйдут, мы не знаем, до заключения контракта. И в основном у нас выходят отечественные препараты, потому что стоимость их ниже, чем препараты импортного производства. Но все МНН, которые мы закупаем, они соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к льготному лекарственному обеспечению. То есть те пациенты, которые имеют непереносимость отечественных препаратов, они обращаются в медицинскую организацию, проводится врачебная комиссия, фиксируется факт того, что препарат не переносится, либо нет должного теоретического эффекта. И по заключению врачебной комиссии принимается решение о необходимости замены того или иного торгового номинования на то, что подход пациенту на таком препарате у пациента идет хороший терапевтический эффект. Назур за исполнением законов в сфере здравоохранения является одним из приоритетных направлений в системе органов прокуратуры. Пристальное внимание уделяется вопросам льготного обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. В этих целях прокуратурой округа на системной основе проводятся проверки. По выявленным нарушениям закона принимаются меры по восстановлению прав граждан. Зачастую в ходе проверок выявляются факты несвоевременного лекарственного обеспечения по выписанным льготным рецептам, отсутствие выписки лекарственных препаратов по медицинским показаниям, нарушение порядка учета рецептурных планков. Так, по результатам принятых в сентябре текущего года мер, гражданин лишь после вмешательства прокуратуры округа своевременно был обеспечен лекарством, входящим в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения. В случае нарушения порядка льготного обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями, необходимо обратиться в прокуратуру Ненецкого автономного округа либо на телефон горячей линии по номеру 42281. Петр Александрович, где жители округа могут получить информацию об интересующих их мерах социальной поддержки? Данная информация является общедоступной, она у нас размещается на сайтах Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, казенного учреждения отделения социальной защиты населения, в аккаунтах в социальных сетях, через средства массовой информации и газету Нарьяна Виндер. Петр Александрович, спасибо вам за подробный ответ и благодарю вас за участие в программе. Спасибо вам. В случае нарушения прав на предоставление мер государственной и социальной поддержки, граждане вправе обратиться на прием в прокуратуру округа. Напомню, что темой сегодняшнего эфира были предоставление мер государственной и социальной поддержки. Гостем студии стал заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа Лудников Петр Александрович. На этом эфирное время подходит к завершению. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин